Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Хочу сегодня поделиться с вами одним очень простым, быстрым, но при этом очень вкусным рецептом приготовления свиных ребер. Для этого нам понадобятся только свиные ребра. У меня примерно кусочек на полтора килограмма. Одна луковица, остро-сладкий соус чили, соевый соус терияки, зира и копченая паприка. Соль добавляйте по вкусу, кто как любит. Что от нас требуется? Для начала подготовим наши ребра. Я этот большой кусочек делю на две части и делаю такие вот надрезы. Надрезы делаю специально для того, чтобы в них попал соус и они немножко промариновались. И также буду сюда закладывать зиру. Берем зиру в руку. Немножко пальцами перемалываем и закладываем в каждый надрез. Если вы не любите зиру, то можно ее не использовать. Подготовил, друзья, противень для запекания. Уложил наши кусочки. Нарезал меленько репчатый лук. Луком мы просто посыпаем нашу грудинку. После этого берем соусы. Сначала беру соевый терияки. И потом остро-сладкий соус чили. Если любите, чтобы блюдо было поострее, можно соуса делать побольше. Если не любите, чтобы блюдо было острое, то делайте его поменьше. Но обязательно добавьте. Он добавляет такой неповторимый вкус блюду. Добавлю копченую паприку. Чтобы наши ребрышки были с дымком. И немного посолим. И теперь хорошенько все натираем руками. В наши кармашки не забываем. Можно и лучка нашпиговать. И соус, чтобы попал. Также лучок под наши кусочки. За что мне нравится это блюдо? За то, что оно очень быстро делается. Теперь оставляем наши ребрышки примерно на полчаса промариноваться. А за это время нагреем нашу плиту до температуры 130 градусов. И теперь друзья чисто вкусовщина. Вы можете это делать можете нет. Но я еще добавлю мед. Я очень люблю блюда с медом. Сладкие блюда. Курочку с ананасами. Такое вот. Я люблю, чтобы мясо было сладковато. Поэтому я добавлю на каждый кусочек по чайной ложке меда. Мед от температуры расплавится и растепется как надо по нашим ребрышкам. Кто-то добавляет сладкие соусы, кто-то добавляет фрукты, соки фруктовые. Ну вот, мне нравится мед. Прошло примерно полчаса. Ребрышки немного промариновались. Теперь я накрываю их хорошенько фольгой. Убираю в духовку при температуре 130 градусов на полтора часа. Накрыли фольгой. Теперь убираем на полтора часа в духовку наше мясо. Через полтора часа вскрываем фольгу, смотрим как протушились наши ребрышки и после этого откроем фольгу и минут десять поддержим до образования корочки при температуре 220 градусов. Прошло полтора часа. Наши ребрышки хорошенько протушились. Теперь выставляем температуру 220 градусов. Включаем конвектор и примерно минут 15-20 еще держим при температуре 220 градусов. И вот наконец-то наши ребрышки готовы. Немножечко так покрылись корочкой. Мясо мягенькое. Все очень хорошо приготовилось. протушилось, поджарилось. Вы просто не представляете какой на кухне сейчас стоит аромат. Это просто такой божественный запах. Сейчас переложу все на тарелочку и мы попробуем наши ребрышки. Смотрите какая красота у нас получилась. Специально взял бородинский хлебушек. сейчас проведем дегустацию. Как раз немножко ребрышки подстыли. Теперь можно их спокойно кушать. Друзья, они получились нежные, мягкие, очень вкусные, в меру острые, в меру соленые, в меру сладкие. Вкус бомба! Рекомендую приготовить по моему рецепту. Очень вкусно, не сложно. Я думаю, порадует даже привередливого едока. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До встречи!